Шмени что если день получения Торы можно сравнить с днем свадьбы, бракосочетания, то день, в который был освящен Мишкан, приносной храм, этот день Йом Симхат Либо, этот день радости, день радости Всевышнего, этот день, в который реализовалась та цель, ради которой, можно это сказать, ради которой был создан мир, а именно максимальная-максимальная приобщенность, близость людей в создании к их Творцу, то, что называется названием Шхина. Начиная с праздника Суккот, после Йом Кипу, с первого дня Суккот, начались приготовления строительства Мишкана, он был завершен, еще в месяц и кислев, и перед началом месяца Ниссан проходит семь дней посвящения. Шиват имя Мегуим, в которой Мошея каждый день собирает всю эту конструкцию храма и разбирает ее, он приносит жертвы, и вот, наконец, восьмой день, в этот день, с одной стороны, Аарон и его сыновья должны были стать Куаним, священниками, и об этом мы говорили, об этой части мы говорили на предыдущих уроках, и, наконец, должна была быть Шхина, то есть, должно было произойти нечто, что дало бы безусловное понимание того, что Всевышний как бы присутствует здесь, проявляет свою близость к людям, и то, чего ждали, это, что после того, как будут принесены все жертвоприношения, то есть, будут зарезаны жертвенные животные, они будут разложены на жертвеннике, то должно произойти чудо. Огонь должен сойти с небес и сжечь, тем самым как бы приняв эти жертвоприношения. И тогда будет ясно, что вот это самое знамение должно было действительно показать, что Всевышний принимает жертвы, находится среди еврейского народа, в скобочках скажем, и был прощен ему грех золотого тельца. Вот на этом месте, пожалуй, мы здесь обратимся к тексту, это 9 глава, 7 стих. Так, после того, как было описано, как были приготовлены все жертвоприношения, жертвоприношения, которые должны были принести прежде всего Аарон за себя в искупление своей вины, и затем жертвоприношения народа, когда они уже все были приготовлены и принесены в шатре, сказано, и Муша сказала Аарону, подойди к жертвеннику и принеси свою жертву за грех и свое всесожжение. Две жертвы. Жертва очистительная и всесожжение. Искупи себя и народ. Понятна последовательность. Сначала, если Аарон должен искупить народ, то он должен быть сам абсолютно чист. Значит, сначала искупи себя, и тогда, после этого, сможешь искупить народ. Совершишь жертвоприношение народа и искупишь, как поверил Бог. Вот такая фраза. Вроде бы все в этой фразе нормально, понятно. Одно слово, оно все-таки выбивается. И сказал Муша Аарону, подойди к жертвеннику и принеси свою жертву. А чем говорить «подойди к жертвеннику»? Суть в чем? Все уже готово. Вперед, приноси жертву. Значит, подойди к жертвеннику. Понятно? Если приносится жертва, то нужно быть рядом с жертвенником, потому что там все и происходит. Музыкальное ухо слышит, что что-то здесь нечисто. Раши, здесь толкует это так. Аарон мешкал. То есть, эти слова «подойди к жертвеннику» – это подталкивание. Ну, давай, 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 вперед. Почему? Потому что Аарон мешкал. А почему он мешкал? И боялся подойти. Тогда Муша сказал ему, ну что же, давай, для этого ты и был избран. А почему он боялся? Может быть, из-за скромности? Может быть, из-за стеснения? Раши здесь, вот в этом отрывке, Раши здесь не объясняет, почему Аарон мешкал и боялся подойти. А вот если мы посмотрим комментарий Рамбана на это место, то в нем уже вещи более объяснены, более подробно. И сказал Муша Аарону, подойди к жертвеннику, по-моему, согласно прямому смыслу. То есть, если объяснять здесь пшат, то пшат здесь вот какой, говорит Рамбан. Муша сказал Аарону, чтобы тот подошел к северной стороне жертвенника, там, где режут животных. Муша, предназначенных в участительную жертву и в жертву всесожжения. То есть, это не то, как объясняет Раши, что Муша здесь его подталкивает, давай-давай-давай, вперед, иди. Нет. Имеется в виду подойти к той части жертвенника. Здесь нужно себе немножко представить схему храма. Жертвенник стоял поперек храма. У него был с одной стороны, то, что называется, кеверш, то есть, помост, по которому входили на жертвенник. И вот теперь ему нужно подойти, то, что он говорит здесь, подойди к северной стороне. То есть, если мы стоим лицом в храме, лицом к святая святых, то лицом мы стоим на запад, за нами восток. И есть еще одна ось, север-юг. Так вот, именно по этой оси, север-юг, и стоял храм. Подойди к северной стороне. Это то самое место, где режут жертвенных животных. Ну, если так, тогда надо было бы сказать, подойди к северной стороне. А в Туре-то сказано, подойди к жертвеннику. Говорит Рамбан, а муж об этом сказал кратко. Так Арон уже знал закон. То есть, ему не нужно было сейчас обучать Арону этому закону, что ты подойди к северной стороне, и вот ты знаешь, что забой жертвенных животных происходит именно там, на северной стороне, а не на южной стороне. Да это Арон знает. Поэтому, уже говорит ему коротко, подойди к жертвеннику. Что означает, а тот уже понял, что речь идет о том, что нужно подойти к северной стороне жертвенника для забоя животных. Это объяснение Аль-Пипшат. Продолжает Рамбан, а некоторые объясняют, что жертвенник показался Арону быком. И поэтому он боялся к нему приблизиться. Вот это уже ближе к тому, что пишет Раши. В Раши написано, Арон мешкал и боялся подойти. И некоторые, то, что он написан, некоторые объясняют в комментариях Рамбана, тоже он боится. Почему он боится? Жертвенник кажется ему быком. На первый взгляд это кажется, что жертвенник ему кажется быком. Что за галлюцинации? Почему именно быком? И почему из-за того, что он кажется быком, нужно бояться? Что он боялся, что бык его забодает? Тогда Арон подошел к Муше, продолжает Рамбан и сказал ему, не бойся, наберись милости и подойди к нему. В чем здесь дело? Поэтому то и написано, подойди к жертвеннику. И вот Арон действительно стремительно подошел к нему. А дело все в том, что Арон был святой человек. Что значит святой человек? Грехов у него не было. Один единственный грех у него был. Грех золотого тельца. В том, что он участвовал, пусть самыми благими намерениями, но все-таки он участвовал в создании золотого тельца. Человеку, у которого много грехов, обычно спросить такого человека. Ну, скажи честно, чем ты грешил? Он начнет, говорит, потребуется время вспомнить, потому что у него так много грехов, что он человек, у которого мало грехов, он свои грехи помнит. Он их знает. Не просто знает, он их помнит, потому что постоянно о них думает и закрушается. Так было за Ароном. Один единственный грех. И поскольку один единственный грех, он ему мешает жить. Он мешает ему существовать. Он постоянно у него на уме. И поскольку он постоянно ему на уме, то, естественно, ему всюду видится что-то, что напоминает ему этот грех. Он постоянно думал об этом своем проступке. И ему казалось, будто на месте жертвенника видны очертания тельца, препятствующего искуплению. То есть, как будто бы с небес ему намекают, что ты здесь не к месту. Ты, которыми своими руками сделал золотого тельца, ты сейчас будешь служить. Из-за этого он и боялся. Поэтому уже сказал ему, чтобы он не оставался в таком подавленном стоянии духа, набрался бы смелости. Ведь благоугодно его служение. Какие могут быть здесь видения и опасения, если Всевышний сам избрал Арону и сам назначил его на эту должность, и сам потребовал от Арону, чтобы он сейчас принес эти самые первые жертвы в храме, значит, Всевышний его хочет. Значит, он его выбрал. Поэтому, что бы тебе ни казалось, что бы тебе ни нужно, взять себя в руки и подойти. Так объясняет Ромбан. И дальше он обращает внимание на последовательность действий, которые должен был сделать Арон. Сначала искупи себя, что значит искупи себя и народ, для чего это служение? Сначала для искупления. Потому что Арон должен был подойти к жертвеннику, чтобы совершить все жертвоприношения. Но сначала он должен был принести свою собственную очистительную жертву и жертву всесожжения, которая после очистительной жертвы, жертвы всесожжения, она означает близость, приближение. И тем самым искупить себя этими жертвами. А уж затем принести жертву в отношении народа и искупить его. То есть, сначала очиститься самому, а потом уже искупать остальных. Читаем дальше. Это 8, начиная с 8 стиха. «И приблизился Арон к жертвеннику и зарезал быка в жертву за свои грехи». Дальше Тора описывает подробно, как он зарезал свои жертвы, как он их приготовил. В 12 стихе «И зарезал он жертву всесожжения, после того, как закончился с очистительной жертвой». «После этого жертвы всесожжения, закончив своими жертвами, подвел он жертву народа». Не будем зачистить весь этот текст. И вот дальше, в 22 стихе «И поднял Арон руки к народу и благословил их». Благословение Коина священника. «И вошли Моше и Арон в шатер собрания, и вышли оттуда, и благословили народ, и явилась слава Всевышнему всему народу. И вышел огонь от Бога, и сжег на жертвенники всесожжения и жир, и увидел весь народ, и возликовали, и пали ниц». Вот кульминация, та цель, ради которой все делалось. Но мы вместо того, чтобы ликовать, опять начнем придираться. Все вроде бы идет гладко. Арон приносит свои жертвы. Благословляет народ. Ну и после этого, казалось бы, сразу нужно переходить дальше. Вот что в результате получилось? Сошел огонь, и здесь есть еще одна деталь. И вошли Моше и Арон в шатер собрания, и вышли оттуда, и благословили народ. Во-первых, уже один раз Арон благословил народ. Чему еще надо благословлять второй раз? Во-вторых, почему они в середине зашли в шатер собрания, зашли в храмовый шатер? Что им там нужно было делать? Раши задают вопрос, для чего они вошли в мешкан, в шатер, в храмовый шатер. Вот что я нашел в разделе о вступлении в служение в Барайте, которое приводится в Турат, в Медраши Турат-Куаним. Так там спрашивает Брайт, зачем Моше вошел вместе с Аароном? Интересно, что формулировка вопросов в Турат-Куаним несколько иная, чем задал я и чем задал Раши. Мы задали вопрос, чего они вообще заходят в мешкан. А Турат-Куаним спрашивает, а зачем Моше вошел с Аароном в мешкан? Вроде как Арон, ну ладно, понятно, но Моше-то там зачем? На семи днях посвящения его функция вроде бы закончилась. Он максимум может дирижировать всем процессом, но он в нем больше не участвует, он не коин, он не священник. Отвечает Барайта, чтобы научить его совершать воскурение. Турат. Одна из сложных, из самых сложных, один из самых сложных видов служения в храме – это воскурение благовоний Турат. Вот сейчас Моше зашел вместе с Аароном для того, чтобы научить его воскурению благовений. Тоже немножко странно, а до сих пор почему этот вопрос не изучили. И сейчас, вот именно прямо сейчас посредине всего этого, всей этой церемонии принесения жертв, вот сейчас нужно было как раз заниматься вопросом изучения законов воскурения. Аарон видел, что служение завершено и все жертвопоношения совершены, но шхена так и не появилась. То есть на самом деле здесь есть пауза. В тексте этой паузы не видно, но по ходу событий, безусловно, здесь пауза. То есть вот они жертвы принесены, зарезали, зарезал жертву всесожжение, и подвел он жертву народу, и все жертвы. И поднял Аарон руки к народу и благословил их, и... И ничего, и тишина, и ничего не происходит. Все сделано. Потому что я обещал народу, вы увидите. Аарон избран для того, чтобы служить в храме. И благодаря его служению в храме, благодаря жертвам, которые он принесет, появится шхена. Ну, жертвы принесены, и все сделано, и ничего. Может быть, прав был Аарон, когда в самом начале было написано, раньше привелся, что Аарон мешкал и боялся подойти. Мешкал, потому что боялся, что поскольку грехом он не прощен, то ничего не выйдет. Ну вот, и не получается. Аарон был огорчен и сказал, я знаю, что Всевышний гнев из-за меня, и это из-за меня не приходит шхена к Израилу. И обратился он к Муше и сказал, Муше, брат мой, что ж ты меня так, как ты меня срамил? Я послушался тебя, вошел в шатер по твоему слову, и окончился вот таким стыдом. И вот тогда Муше немедленно вошел с ним вместе, внутрь, для чего? Для того, чтобы взмолиться. И оба они взмолились, и вот только тогда, после этой молитвы, появилась шхена, то есть тогда и произошло вот это вот событие, когда огонь, и выжил огонь от Бога, и сжег на жертвеннике все сожжения, и увидел весь народ, и возликовали и пали лица. Пропустили. Было еще одно. После того, как они вышли, зашли в шатер, Раши объяснил нам, что цель была взмолиться, чтобы шхена вышла. И вышли оттуда, и благословили народ. Было еще одно действие. Снова благословили народ. Раши приводит здесь текст этого благословения. Текст, который заимствует из псалма. Да будет, в переводе, в корявом, другого нет, на русский язык, это будет звучать так. И да будет милость Бога нашего на вас. Ну, милость, но, не совсем милость. Ну, и так-то. И дело рук наших утверди в нас. Вот эта фраза уже совершенно непонятна. Что значит дело рук наших? Ну, я бы сказал, пусть дело рук наших преуспеет. Так бы я сказал. Но, может, я бы не так сказал. И дело рук наших утверди в нас. Это есть обращение к Всевышнему. Ты, то, что мы сделали, дело наших рук утверди в нас. Почему в нас? Что значит утверди в нас? И дело наших рук утверди. Пусть будет его воля, чтобы Ишхина пребывала в делах ваших рук. Это уже понятно. Вот вы своими руками построили храм. Пусть его воля будет на то, чтобы Ишхина пребывала в этом храме, который вы сделали своими руками. Это последним понятно. Но что означает? И да будет милость Бога нашего на нас. Милость, на самом деле, да не милость она, конечно. Вино и вноам – это, строго говоря, приятность, удовлетворение. Пусть это будет на нас. И дело наших рук утверди в нас. Абальбим объясняет смысл этого благословения вот как. Человек, вообще, не человек. Начнем так и с человека, в качестве примера. Человек что-то делает. Есть какие-то плоды его рук. Есть ситуации, в которых он чувствует удовлетворение от того, что он сделал. Например, родил он детей, и дети, когда он смотрит на своих детей, как они хорошо учатся, чувствуют он удовлетворение. А, слава Богу. Построил он дом, смотрит он на свой дом, заходит внутрь, чувствует, что дом хороший, удобный. А, есть у человека удовлетворение от того, что он сделал. Вопрос Всевышний, когда построил, когда он создал мир. Есть у него хоть немножко удовлетворение от того, что он сделал. Есть у него нахрис от того, что сотворено. Есть. Когда? Когда творения исполняют ту роль, ради которой они созданы, тогда творение это как бы доставляет удовлетворение Всевышнего. Некоторые, в некоторых книгах написано, что это суть песни. Каждое творение поет хвалебную песню Всевышнего. Чем оно поет хвалебную песню Всевышнего? Хвалебная песня, когда она четко выполняет то, ради чего она создана. Это его хвалебная песня. Человек. Человек создан для того, чтобы соблюдать, выполнять требования Всевышнего, выполнять его волю. Значит, когда он это делает, когда он волю Всевышнего выполняет, то он тем самым как бы доставляет удовлетворение Всевышнему. Это первая часть. То есть пусть вот это удовлетворение, милость Всевышнего будет на нас, когда мы выполняем то, ради чего мы пришли в этот мир. Когда мы выполняем его волю. А то, что сказано дальше, и дело наших рук утвердило нас, это просьба особая. Дела наших рук бывают разные. Люди много в жизни делают, много строят. Кто-то строит дом. Кто-то строит семью. Кто-то строит свою карьеру. Кто-то строит свое собственное тело, постоянно занимаясь его улучшением. Одни ходят в тренажерный зал и накачивают его, чтобы оно имело атлетический вид. Другие морят себя диетой для того, чтобы иметь стройное тело, отвечающее пропорциям. Строительство. Кстати, накачивание так и называют бодибилдинг. Строительство тела. Все, что человек делает и строит, таким образом, и все его достижения, они остаются внешними. Человек долго-долго учился, и, наконец, он получил диплом об окончании института или даже ученую степень. Другой человек построил карьеру. Все эти вещи не становятся частью самого человека. Его успехи. Его приобретения. Его достижения. Какими бы самыми великолепными они ни были. Человек остается человеком. А это достижения, которые он сделал. Дом, который он построил. Машина, которую он приобрел. Она не становится его частью. Это его дом. Это его машина. Это его должность. Это его книга, которую он написал. Это его звание, которое он получил. Это его. Но это не он. Есть только одно строение, в котором... Есть только одно дело рук человека, в котором его дело рук становится частью его самого. Может, мы забыли бодибилдинг. Но человек, который строит свое тело, но здесь-то он строит самого себя, вроде бы. Тоже нет. Потому что тело – это не человеческое я. Это мое тело. Оно тоже – это оболочка для человеческого я. Человек строит свое я, строит самого себя только тогда, когда он занимается строительством своей души. И если для строительства тела есть упражнения, которые делают в тренажерном зале, то здесь совсем другое. Здесь при помощи заповедей, при помощи исполнения воли Всевышнего, именно вот этими действиями человек и строит свою душу. То есть, каждая из заповедей направлена на то, чтобы выстроить определенный аспект человеческой души. Так учат нас мудрецы, что 248 повелительным заповедям соответствует 248 аспектов человеческой души. И каждая из заповедей она выстраивает в правильном виде, в правильном отношении вот этот определенный участок или аспект человеческой души. Это от человека никогда не уйдет. Тело человека сопровождает его долго, всю его земную жизнь. Иногда она его не очень слушается, но этому приходит конец. Приходит день смерти, в который человек теряет свое тело, тело, а человек остается без него. Но человек остается своей душой. И все, что он, все те заповеди, которые он исполнял, все то, что он вложил в совершенствование своей души, это всегда с ним, точнее, это даже не с ним. Это-то он и есть. Приобретение, есть разные вещи, как говорил Раф Деслер, В области материальной и другой есть, в области достижений есть понятие приобрести. Человек приобретает дом, машину, профессию, знания, приобретает. А в области духовной там не приобретение, нет духовных приобретений. Там вместо глагола приобретать, там глагол стать, быть. Стать хорошим человеком, стать честным человеком, стать правдивым человеком, стать спокойным, невсплечивым человеком, стать терпеливым человеком, стать любящим человеком, который способен любить. Это не значит приобрести что-то. Человек не приобретает способность любви, он становится любящим человеком. Человек не приобретает свою способность не обижаться, промолчать, человек не приобретает терпения, он становится терпеливым. Став терпеливым, он остается им навсегда, навеки. Это никуда не уйдет. Вот именно это и попросили Мушей Арон в этом самом благословении. «И дело наших рук утверди в нас», то есть дело в наших рук, то, чем мы занимались, ты утверди в нас, чтобы оно не осталось приобретениями типа дома, знаний, денег, профессии, успехов и достижений, чтобы ты стала частью нас самих. «Дело наших рук утверди в нас», и «Дело наших рук утверди». Так объясняет это Марбин. Можно двигаться дальше, только завершая, не очень получается у нас кульминации, на самом деле мы разбираем здесь слово за словом, а находимся, мы изучаем и самый-самый кульминационный момент, вот то, ради чего вышли из Египта, то, ради чего получили Тору, все это. Вот сейчас, как на свадьбу, как мудрецы сравнивают, как на свадьбу, после хупы есть хадар и худ, когда жених и невеста уединяются. Вот это самая кульминация. И это на восьмой день. А в комментарии Шеми Шмуэль спрашивает здесь, в день этой самой кульминации, в этот восьмой день, приносится же то приношение, которое можно было есть в любом месте стану Израиля. Перед этим семь дней, семь дней можно было Аарону и его сыновьям быть только у соборного шатра и никуда не уходить. То есть сидеть в самом-самом святом месте. А теперь, наоборот, на восьмой день, им вовсе не обязательно весь день просидеть в этом самом святом месте. Казалось бы, здравый смысл подсказывает по-другому. Если восьмой день кульминационный, если восьмой день, он цель всего, то если уже в семь дней предыдущих нужно было отделиться от всего будничного, от всего затрапезного и целиком, и полностью погрузиться в святость, потому что более восьмой день. На самом деле все наоборот. Пример, который приводит Хамишмуль для объяснения, это то, что говорит Зоар по поводу мацы. Если маца, которую мы едим в Песах, это так важно, поскольку хамец, сбродивший хлеб, это символ, ей царара, злого побуждения в человеке. И поэтому от него нужно в Песах избавиться. То, естественно, вопрос, который задает каждый, кто услышал это объяснение, задает. Для этого не нужно лезть в Зоар. Вопрос на прошлом сам по себе. Почему тогда весь год нужно есть обычный хлеб? Если уже от яйца роры нужно избавляться, так избавляться от него. Весь год пусть мы целиком перейдем на диету из мацы. Зоар отвечает примером, который мне хорошо понятен. Я вспоминаю, как в своей молодости я заболел желтухой. И тогда, он был уже давно. Политика лечения желтуки была следующая. После того, как прежде всего человека госпитализировали, он лежал в больнице. Тогда лежал в Московской Боткинской больнице. У нас было целое большое отделение таких желтых, как канарейки людей. И после того, как выписывали, для этого нужно было спустить показатели бельрубина до определенной степени. И после этого, когда нас выписывали, строго-настрого запрещали пить алкоголь в любых количествах. Есть строгая очень диета, нельзя от жареного, нельзя от того и сего. И строго предупреждали. Если вы не хотите сюда вернуться, то соблюдайте целые полгода, соблюдайте эту диету. Ничего спиртного, ничего жареного, ничего того-того-того. А после шести месяцев? А после шести месяцев, пожалуйста. То есть, после того, как человек излечивается, после того, как он вылечивается от какой-то болезни, есть период, в который многие вещи для него опасны. После того, как он вылечился, после этого он может позволить себе все эти вещи, которые до сих пор ему были запрещены. Также и здесь, после семи дней посвящения, семь дней посвящения должны были пройти в максимальном отдалении от всего-всего-всего будничного, материального, затрапезного. Нужно было сосредоточиться исключительно на той духовной функции, которую понесут священники. После такого семидневного возвышения, после этого они могут себе позволить не только находиться уже в храме, не только находиться в святом месте, но и могут позволить себе и будничные занятия тоже. И вот эти Куаним, Аарон, его два наиболее выдающихся сына, Надав и Авил, есть у него еще двое, Элязарва и Тамар. Мы видим, что Тора разделяет их именно вот на такие группы. В ряде мне сказано, Аарон и его сыновья, но вот, например, когда стояли у горы Синай для получения Торы, то там было указание, что самыми близкими оказываются мужи, Аарон, Надав и Авил, двое из четырех сыновей Аарона. Потом старейшины, потом все остальные. То есть, Надав и Авил у них было особое место в этой иерархии приближения к Богу. И вот именно о них следующий отрывок. Это уже десятая глава. И взяли сыновья Аарона, Надав и Авил свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него курение, имеется в виду благовоние, которое нужно воскурить. То есть, есть совок, на который кладется уголь, угольки, на него посыпается это благовоние. И принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не велел. То есть, одно из храмовых служений – это Кторет, воскурение благовония. Вот его они и произвели. И об этом сказано, что они принесли перед Богом, почему перед Богом, в мешкане два жертвенника. Один жертвенник внешний – это большой жертвенник, на котором приносятся жертвоприношения животных, приносятся хлебные подношения и возлияние вина. А есть еще внутренний жертвенник, золотой жертвенник, на котором происходит воскурение благовония. Он находится внутри. Так вот, они вошли к этому жертвеннику и принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не велел. И вышел огонь от Бога, и пожрал их, и умерли они перед Богом. И вот самый-самый каллюминационный момент после того, как сказано, что народ возликовал, происходит вот такое вот страшное событие. Двое сыновей Иарона, которые сегодня стали куанием священниками, они погибают. И сказал муж Иарону, это то, что говорил Бог, когда сказал, я освящусь близкими ко мне и буду чтим при всем народе. Как понимать, эту фразу не ясно. И безмолвствовал Иарону. Ни слова не сказал. И позвал Муше Мишаэля и Эльцафана, сыновей Узиэля, дяди Иарона, и сказал им, подойдите, вынести ваших братьев из святыни застанку. Внести трупы. И подошли они и вынесли тех в их одеждах застанках, сказал Муше, и сказал Муше Арону и его сыновьям, Элязару и Тамару, волосы не отращивайте и не рвите одежды, чтобы вам не умереть. То есть это действие, отращивание волос, когда человек не стрижется, не бреется, разрывает на себе одежду, так ведут себя люди, которые находятся в трауре по умершим. Так вот вы этого не делаете. Вам траур нельзя соблюдать. И он прогневается за всю общину. А ваши братья, весь дом Израиля, будут оплакивать сожженных, которых сжег Бог. А вот всем остальным им можно будет. Вам нет, вам нельзя соблюдать траур, а оплакивать их будут все остальные. И от входа в шатер собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло помазания Бога. И сделали они по слову Муше, и Бог сказал Арону так. Вина Хмельнова не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой, когда вы входите в шатер собрания. Повелся новый запрет. Нельзя коину священнику входить в храм для служения, если перед этим он выпил вина. Чтобы вы не умерли, это вечный закон на все ваши поколения, чтобы вы могли различать. Между священным и несвященным, между нечистым и чистым. И научиться ему в Израиле всем законам, которые передал им Бог через Муше. Здесь есть еще дополнительный запрет, который проходит. А именно человеку, который занимается обучением, разделением между чистым, нечистым, священным и будничным. То есть человек, который занимается разрешением аллахического вопроса, ему тоже нельзя заниматься разрешением этого вопроса, если перед этим он выпил вина. Можно заняться этим только после того, как алкоголь вышел из него. Вот такой отрывок. Потому что очень-очень непонятно. Прежде всего, что значит чуждый огонь? В конечном итоге они ничего такого необычного не сделали. Они просто совершили одно из служений, которое совершается в храме, которое необходимо совершать в храме. А именно, кто это? В искурении благовония. Почему это Эрзара? Почему называется Эрзара чуждый огонь, который он им не велел? Кстати, кто он им не велел? Который Бог не велел или который Муше не велел? Если они погибли, то, очевидно, совершили здесь какой-то проступок. Что-то неправильно сделали. И тоже непонятно, как... Ведь это настолько большие люди. Люди, о которых, как объясняют мудрецы в дальнейшем, слова Мушея и сказал Мушея Арону, это то, что говорил Бог, когда сказал, «Я освящусь близкими ко мне». То есть будет кидуша Ашема, освящение имени Бога через людей, которые близки ко мне. Кто это? Надав и Авим. Люди, которых Всевышний называют, что вот это вот близкие мне люди. Если это близкие к нему люди, то как эти близкие люди могли сделать что-нибудь неправильное и еще в самый-самый-самый важный момент? В самый-самый торжественный день. И даже если был здесь какой-то... Какое-то неправильное действие с их стороны, тем самым они заслужили такого наказания, мгновенная смерть. И даже если они заслужили такого наказания, сделать это в самый-самый радостный момент, когда народ ликует о том, что шхена появилась и наконец-то вот это достигнута цель, ради которой все, все, что было сделано до сих пор, вот именно в этот самый-самый-самый-самый возвышенный, самый торжественный момент, именно в этот момент они умирают. А вы потом, может быть? И если грех их был таким тяжким, то почему сказано, что вся община будет оплакивать их? И ваши братья, весь дом Израиля будут оплакивать за женых, которых сжег Бог. Если они грешники, то почему весь народ должен их оплакивать? Грешники терпят наказание. Нелегко понимать эти вещи. Это общая сложность, когда Тора с одной стороны указывает на грехи больших людей, а с другой стороны, поскольку люди-то эти большие, это всегда нужно помнить, всегда нужно знать. Каждый человек, он грешат все, но каждый человек грешит на своем уме. И то, что для большого человека грех, в меня ему, в вину, то для других людей совсем вообще, для них это как рассказывает хосидская майца о том, как в день Роша Шана, ближе уже к вечеру, как один хосид бродил по берегу реки, там, где совсем недавно сделали ташлих, обряд избавления от грехов. Когда его спросили, что ты здесь делаешь, уже поздно, что ты здесь крутишься, он сказал, я собираю, здесь был Рэбе, который сделал здесь ташлих, и я собираю его нарушения, его грехи. Спросили его, зачем тебе грехи, Рэбе? Он сказал, понимаете, то, что у Рэбе грехи, то у меня митцвоз. Что у Рэбе верес, у меня это митцвоз. Поэтому человек, который реально понимает разницу между собой и между другим более возвышенным человеком. Именно вследствие этого трудно. Трудно. И, наверное, в этом-то и причина того, что Тора очень скупо рассказывает о грехах великих, и поэтому из-за этой вот скупости рассказывать нам так трудно. Нам так трудно понять. Что же здесь происходит? Протимся к Раше. Что скажет нам Раше? Пишет Раше, и вышел огонь, тот самый огонь, который погубил их. Раби Лезер говорит, Раше сразу прячется за спину мудрецов и цитирует сразу слова Медраша. Раби Лезер говорит, не было иной причины для смерти сынов Иорона, кроме того, что они толковали закон в присутствии их учителя Муши. То есть, если мы правильно понимаем эти слова, то, что они сделали, было правильно. Но то, за что же тогда они получили наказание? Что это за запрет? Существует такой запрет. Скажем, в простой жизненной ситуации. У входа в Бейт Медраш стоят два человека. Один учитель, другой ученик. К ним подходит еврей и задает им вопрос, а вот как поступить в случае, если так-то и так-то и так-то? И прежде, чем учитель успевает ответить, ученик уже говорит, а вот надо сделать так-то. Ну, это, наверное, бестактность. Если здесь стоит учитель, прикуси язык, подожди, пока учитель скажет, посмотрите. Наши мудрецы видят здесь небестактность. Здесь усматривается тяжкий грех, тяжкий проступок. Вплоть до того, что мудрецы говорят, что человек, который так поступает, достоин смерти. Правда. Это ограничено не во всех вопросах. Если вопрос очевидный, ясный, когда любому дураку понятно, как пример, который приводит талмуд биятабыкутха, то есть как вопрос, потому что человек спросит, а можно ли есть яйца, которые курица снесла, курица, она вроде как мясная, а вот она снесла яйцо, можно ли есть яйца с молочным продуктом? Ну, и любому дураку понятно, что можно. Курица – это курица, а яйцо – это яйцо. На такого рода вопросы, если ученик отвечает в присутствии учителя, на такого рода вопросы, то в этом он тем самым не нарушил никакого запрета. Но если вопрос по уровню более сложный, не такой, как вопрос о возможности есть яйца с молочными продуктами, то тогда, если он выдается логическое решение, и правильное логическое решение, при том, что присутствует его рав, когда он должен был бы промолчать, то это смертный грех. Вот это то, что было и здесь, говорит Рабелезер, что на самом деле причиной смерти сынов Иорона было то, что они вместо того, чтобы спросить, подойти к мышей и спросить, а что будет с воскурением благовоний, мы сделаем это, если это сделаем, какой огонь возьмем, каким огнем воспользоваться, вместо этого, не зная, что нужно сделать, сделали это, и тем самым заслужили смерть. Это мне не Рабелезер. Абий Ишмаэль говорит, они вошли в святилище, выпив вина. А это он откуда знает. Говорит, Рабий Ишмаэль, я вам докажу, после их смерти. Ведь Всевышний предупредил священников, чтобы те не входили, выпившими в святилище. И именно об этом известная притча о придворном, которая приводится в Медрашево и Крараба. Ну, мы все, конечно, Медрашево и Крараба знаем наизусть, поэтому сразу становится ясно, о чем там речь. О чем там речь? Там сказано так, что однажды царь сурово покарал своего придворного. Называется, примерно наказал. И никто не знал, за что. Об этом не объявили. В чем была причина немилости, никто не знал. Но в любом случае его уволили. И тогда царь взял вместо него нового себе слугу, нового придворного. И, принимая его на работу, царь тут же предостерег ему, дал ему определенное наставление. Вот смотри, только вот это не делать, и вот это не делать, и вот это вот смотри, чтобы не делать. А если нового, которого принимают сейчас на место старого уволенного, его предупреждает, но только смотри, чтобы так не сделать, отсюда можно сделать вывод, что именно в этом-то и было прегрешение того уволенного с работы. Так же и здесь. Если сразу после истории о смерти сыновей Аарона говорится, и Бог сказал Аарону так, вина Хмельнова не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой, когда вы входите в шатер собрания, чтобы вы не умерли. Значит, есть запрет коину священнику входить в шатер, выпив вина для того, чтобы служить, и сказано, что это смертный грех. Ну вот, мы просто сопоставляем. Так и получается, говорит Раби Ишмаэль, нам тем самым Тура намекает, как в этой притче про Придворного, намекает, в чем был грех надавый Абин. Тоже немножко странно. Большие люди, о которых священник говорит, что они близкие к нему, они зашли туда выпившими, с другой стороны, но запрет-то еще не был, запрет появился только позже, а в чем тогда вина, если они выпили? Более того, это же был день праздника, и день праздника не только всего народа, это был день их большого праздника, в этот день они стали священниками. Что происходит в день, когда парень становится бармитцовой? В этот день устраивают трапезу, естественно, говорят лыхаем, совершенно естественно, в чем здесь так, в чем здесь прегрешение. И добавим еще один вопрос. Тора же вроде бы сама сказала, за что они погибли, и возложили на него курение, и вознесли, и принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не увелел. Вот он. Вот за что, чуждый огонь. Что же мне здесь рассказывают про то, что они толковали закон в присутствии их учителя, или выпили вина, или еще что-то? Все вроде бы и так сказано. Чуждый огонь. А что такое тогда чуждый огонь? Очевидно, в этом-то самая главная проблема, что совершенно непонятно, что значит чуждый огонь. Что они взяли? Был огонь, тогда спичек, зажигалок не было, но был огонь, который был на плите, там, где готовили пищу. Ну вот оттуда и взяли этих угольков. Чем он чуждый? Ведь на самом деле, так пишут целый ряд комментаторов, ведь есть у нас закон, закон говорит, что несмотря на то, что даже если нам абсолютно ясно, что огонь спускается с небес, все равно митцва и обязанность есть у священников куаним приносить свой обычный человеческий огонь, которым для разжигания на жертвенники. Ну вот, что они и сделали. Поэтому, как можно называть это чуждым огнем, как он не чужден был? Другие говорят, это совершенно неправильное утверждение, потому что это утверждение, я уже говорил, есть два жертвенника. Есть жертвенник, на котором сжигаются жертвенные животные, а есть еще жертвенник внутри, внутренний жертвенник для воскурения благовония. Так вот, тот внешний жертвенник, на котором сжигаются туши убитых животных, вот именно о нем сказано это Аллахарство, несмотря на то, что огонь будет сходить с небес, обязательно куаним должны принести туда и свой собственный обычный человеческий огонь. А по поводу жертвенника, который внутри, там что сказано, там закон жесткий, нужно взять огонь с жертвенника внешнего. Чем зажигается огонь? Какой огонь используется для воскурения благовоний? Используются угли, которые взяты с внешнего жертвенника. Поэтому здесь, а здесь и так не было. И это тот самый запрет по идее, который они нарушили, поэтому это называется чуждый огонь. Вместо того, чтобы принести огонь с внешнего жертвенника, они использовали обычные угольки, которые были на плите. Так объясняет Абробанель, так объясняет Рабейн-Убахи, что в этом и была их ошибка. Ну, если это ошибка, то это вроде бы еще не смертный грех. Да, говорит Рабейн-Убахи, в обычный день это был бы не смертный грех. Но в этот день, в день, когда должно было перед глазами всего народа произойти вот это великое событие, когда огонь должен был спуститься с небес, то попытка привнести еще свои пять копеек, еще свой огонь, она-то и была здесь неправильной. и она испортила эффект всего того, что должно произойти в этот день. Испортила этот самый день. Поэтому было строгое наказание. к этому вопросу мы еще вернемся в следующем уроке. Тема эта очень обширная и широкая, глубокая, и мы разберем историю с Надавом и Авю более подробно в следующий раз.